Вот я и попробовала все различные рецепты вяленья и запекания томатов, как делать заготовки на зиму из этих продуктов. И теперь пришла пора поговорить о сроках хранения, так как это интересует почти всех, очень многих. С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот про эти провяленые и запеченные томаты снимаю уже, по-моему, третий видеоролик, а вопросов не уменьшается, а только увеличивается количество вопросов. Сразу скажу, что я делаю это тоже впервые, но я, как и привыкла все делать, я провожу эксперименты сразу, ну, с разных сторон, и так, и так, и так. Вот попробовала, я уже вам говорила, попробовала и вялить на солнце, вот у меня в маленькой баночке, попробовала и запекать в духовке до полуготовности. Это когда они не сухие, не как чипсы делаются, а такие, влага испаряется, они сами готовят, ну, как делаются уже, пригодны для еды, но они еще не сухие. И вот у многих возникает вопрос, как долго они хранятся, потому что где-то написано просто заливать маслом, где-то написано заливать горячим маслом. Очень-очень много всяких рецептов, рецепты все разные, но я скажу вам одно, пока сам не сделаешь, на себе не проверишь, ничего точно нельзя говорить, поэтому я для того, чтобы вам сказать что-то наверняка, сделала по-разному. И я считаю, но это лично мое мнение, что вот эта заливка, способ заливки, зависит от того, насколько долго вы будете хранить. Если вы делаете всего одну баночку, как я вот сделала первую, ее уже нет, я ее съела в первый и второй день, если я сделала маленькую баночку, всего одну, и я знаю, что она у меня не будет храниться ни до Нового года, ни до весны, зачем я буду тратить свое время и вообще заливать там горячим маслом, укупоривать, если я знаю, что завтра мне ее открывать и кушать. Я просто делала на пробу, поэтому я залила простым маслом, поставила ее даже не в холодильнике, она стояла на столе, и за первые и вторые сутки я ее съела, потому что вот когда делаешь заготовки, я сейчас вытряхиваю семена, и тут же мне некогда нормально кушать, я вот так раз на кусочек хлеба положу, сделаю бутерброд, тем более мне сильно понравилось, и я всю эту банку в течение двух дней съела. Поэтому, первое, если вы не для длительного хранения, а хотите просто попробовать и покушать сейчас, не обязательно раскаленным маслом заливать, как-то укупоривать там герметически, просто залейте простым маслом, я простым подсолнечным маслом, вот нашим алтайским залила, оно ароматное, хорошее, но нет, рафинированное, конечно, не совсем натуральным, таким рафинированным, получилось очень вкусно. Но я решила попробовать, как же долго оно хранится, и будет ли оно храниться так же, как наши вот эти салаты, наши суповые заготовки. И так как я уже, ну как хозяйка с опытом, я знаю, что для того, чтобы хранить подольше, нужно, конечно, ее стерилизнуть немножко. Поэтому я масло в турке, вот, сейчас покажу вам, ой, если дотянусь, к сожалению, у меня внучонок разбил мне штатив, ему сейчас 3 года, самый такой возраст, прям бросил его и разбил на кусочки, поэтому пока с руки. Вот в такой вот в турочке, в обыкновенной, в кофейной, я разогрела масло, но не до кипения, а просто горячее. Вот видите, нижние закатаны. Залила, вот там у меня Казанова, и вот эта мароханская, мархотская кисть, которая там, название неизвестное. Кстати, вот про это название я обратилась к женщине, у которой брала, ей тоже дали, ну так, без пачки, просто под названием мароханская кисть, ну а по описанию это, скорее всего, мархотская вот эта кисть, которая, ну люди говорят, что это название немножко искаженное, но я сама брала без пачки, и просто с рук мне прислала женщина, так как очень урожайный сорт. Теперь ее будем называть мархотская кисть, значит она. И вот здесь вот Казанова и мархотская кисть, я показывала вам, как я ее делала, залила горячим маслом, поставила на водяную баню, прям буквально на 5-7 минут, баночки маленькие, для того, чтобы томаты нагрелись, потому что, когда я их вытаскиваю из духовки, они горячие, но разложить горячие их невозможно, мне приходится их остужать, я их остудила, видели на тарелке, они у меня лежали языками эти Казанова, потом я их в банку положила, перцем перестелила, и снова нагрела до горячего состояния, тогда закатала и также укутала, как салат, как все закуски. Вот это будет второй эксперимент. Первый эксперимент, вот этот вяленые я залила просто холодным маслом, ну, видите, вяленые, они больше похожи, как у них вообще нет там жидкости, они сухие, я думаю, они хранятся, храниться будут и без всякой обработки, а вот эти, которые запеченные, там же есть влага, я вчера вам показывала, они как курагану, они как такие еще сочные, вот поэтому они мне и нравятся, они, видите, какие, они не засушенные до конца, вот и перец я вчера сделала, и вот эти я закатала, и я поставлю их также в подвал вместе со всеми, это будет эксперимент, я потом через 2 или 3 месяца открою, ну и сразу будет видно, потеряли ли они во вкусе, после моей стерилизации, сколько они будут храниться. Если кто-то спрашивает, как их возможно кушать, такая масляная, что в масле, а как мы кушаем шпроты, а как мы кушаем сельдь в масляной заливке, ну, точно так же, вытаскиваете, масло немножко стечет, потом на кусочек черного хлеба, вы не поверите, как это вкусно, и забываешь про то, что здесь масла много, я думаю, все равно вот такой бутерброд, это удар не такой болезненный, как бутерброд с колбасой магазинной, колбасу никогда не ем, и вот этот жир, который в ней там включение, это же все искусственное, это натуральный мой продукт, я знаю, что здесь ничего больше нет, кроме моих помидорок и масла, очень вкусно, и не бойтесь, что много масла, вы же не будете кушать в день по банке, зимой достанете один раз, ну, когда гости придут или праздник, съедите, вам достанется всего по несколько кусочков, по 100 грамм, ничего, потом посидите, сделаете разгрузочный день, вот, короче, смотрите, одни я закатала под железную крышку, буду смотреть, какие, потом вчера еще сделала эксперимент, я говорила уже, попробовала желтые томаты, так ли они будут вкусны, и туда добавила перец запеченный, по той же технологии, также положила на противень, вместе с томатами, запекла в духовке, также переложила, вот, чесночком, все это, эти я залила простым маслом, так как их у меня мало, и я их хочу скушать сейчас, вот, ну, в данный момент, сегодня, завтра, послезавтра, будем добавлять картошки, там, клапшек, пюре, так что срок хранения, я вот высказываю свое мнение, но это лично мое, каждый может думать по-разному, срок, ой, срок хранения зависит от того, насколько вы хотите хранить, и тогда уже мы будем, или заливать горячим маслом, которое немножко, как вроде, выступает в качестве стерилизации, и оно как консервант, чтобы не было доступа воздуха, если вот вяленые томаты, и они очень сухие, говорят, что достаточно просто залить маслом, они могут несколько лет храниться, но несколько лет, конечно, эти баночку одну никто не будет хранить, съедят в течение зимы, если хотите на длительный период, как я вот попробовала, закатать железными банками, я думаю, что это идеальный способ хранения, будет закуска такая же, как, вот мы же закатываем так, жареные баклажаны, там, жареные кабачки с морковью, с перцем, это получается просто еда, вот такая еда на зиму салаты, если вы хотите хранить недолго, можно вот просто под капроновую, крышечку, по крайней мере, несколько дней, неделю или две, они точно у вас не испортятся, потому что там масло не дает доступ воздуха, ну вот все, вот это то, что я хотела сказать про сроки хранения, я тоже в зависимости от того, когда мы будем употреблять, сделала и легкий такой, просто под капроновую крышечку, легкую купорку, и вот такую капитальную купорку, под железную крышку, со стерилизацией, эти я планирую очень долго прохранить, чтобы сказать вам, открою, например, на Новый год, чтобы сказать вам, улучшается или ухудшается вкус после стерилизации, может съем и раньше, а вообще, не бойтесь, что там масло, вот это, по крайней мере, самая вкусная такая закуска, за последние годы, которые я делала, потому что остальные все равно все, немного похожи на солонину, а это натуральная, деликатесная еда. Все, вот это, наверное, последний видеоролик, про запеченные томаты, я думаю, я уже все, что могла, рассказала, все показала, это у меня открытие этого года, потому что я каждый год нахожу какую-нибудь новую закуску, или заправку, или какую-то аджику, или приправу, в этом году у меня вот эти запеченные томаты, которые были по-провански, а почему, мне вот говорят уже, что прованские травы продаются, все, почему я не хочу прованские травы, потому что, во-первых, они, ну как говорят, где родился, там и пригодился. Я больше люблю использовать местные травы, к которым мы привыкли, вкус которых мы знаем, нам знаком. А вот я пробовала прованские травы, но там вот что-то такое, чего мы никогда не употребляли, всю жизнь какие-то чужие травы, я их не хочу. Вот хмели, сунели мне нравятся, но один раз все-таки с прованскими травами я попробую. Все, до свидания.